Всем привет! Hard news тестирование тактического складного ножа Ontario XM1 вызвало довольно бурное обсуждение в комментариях. Кому-то этот нож совершенно не понравился, но были и такие люди, которым он очень сильно пришелся по душе. То есть, довольно редко случается такая ситуация, когда на один и тот же нож существуют ну просто кардинально противоположные точки зрения. Ну вот я считаю, что по крайней мере в некоторой степени этому ножу нужно отдать должное в том, что пройдя все испытания с некоторыми оговорками, конечно же, но тем не менее после какого-то базового ремонта этот нож остался полностью рабочим инструментом. Да, остались повреждения, которые нельзя устранить без вмешательства гарантийного сервиса, но тем не менее это нож, которым до сих пор можно работать и эффективно что-то резать. По моим наблюдениям вот эта модель от фирмы Ontario конечно далеко не популярна среди любителей ножей и в принципе это понятно. Во-первых, это цена этого ножа, а во-вторых, это его габариты. Далеко не каждый ножеман захочет таскать на кармане что-то с вот такой вот сумасшедшей толщиной в 23 миллиметра. Плюс еще вот тут вот клипса. Еще одно интересное наблюдение по отношению к этому ножу. Естественно, это все может быть неправдой, это только лишь мое наблюдение, но у меня сложилось такое впечатление, что фирма Ontario делает очень четкий акцент на этот складной нож среди всех складных ножей, которые они выпускают. То есть это безусловно не еще одна какая-то проходная модель и об этом говорит тот факт, что во-первых, этот нож производится в Италии на мощностях концерна Fox и качество здесь на высочайшем уровне, а во-вторых, это тот факт, что нож этот, ну так вот, очень акцентированно позиционируется как именно тактический какой-то боевой нож и этот нож имеет натовский серийный НСН номер. И я, ну, на сто процентов уверен, что получение этого НСН номера это далеко не тривиальная задача. То есть это не то, что ты пришел, прошел какие-то тесты и оп, получил НСН номер. Сто процентов пришлось где-то с кем-то поговорить, кому-то дать на лапу, то есть может быть это все происходит и каким-то официальным образом, но фирма Ontario прошла этот путь и выбила НСН номер для этого ножа. Ну и еще такой третий момент. Насколько я читал на сайте Ontario, насколько я помню, этот нож даже выигрывал на каких-то конкурсах и получал какие-то призы. То есть нож безусловно интересный, по крайней мере вот с точки зрения самого производителя это не просто еще один нож. Кроме того, в этом видео я хочу познакомить вас с младшим братом XM1, это модель которая называется XM2. В принципе это на самом деле тот же самый нож, но он имеет гораздо более тонкий профиль. Если мы сравним, то будет видна огромная разница. То есть здесь у нас 23 миллиметра толщина, а здесь рукояточка толщиной 16 миллиметров. 16 миллиметров это тоже, ну, не самая маленькая толщина, но тот же Греб Тиллиан, например, в самом толстом месте имеет 16 миллиметров. То есть уже на кармане вполне-вполне терпимо. Длина этих ножей в открытом состоянии 20,5 сантиметров. И если сравнить с популярными спаями, можно увидеть, что в принципе они даже немножко меньше, немножко короче, чем Парамиль. То есть такие не складишки какие-то монстры, просто сбитые такие крепыши. Вес модели XM1 185 грамм. Целых 185 грамм. Довольно тяжелый весистый нож. И вес модели XM2 155 грамм. Здесь налицо облегчение в 30 грамм. Конструкция здесь выглядит следующим образом. У нас идут накладки из алюминия, внутри титановые лайнеры и спейсеры. Вот эти вот алюминиевые накладки, несмотря на видимую такую большую толщину, они изнутри очень сильно высверлены для того, чтобы сэкономить вес. Это все показано в видео с хард-юзом. То же самое тут. Клинки тоже абсолютно одинаковые. Единственное, я заметил небольшое отличие, но я не знаю, возможно это имеет какое-то отношение к году выпуска этих ножей. Например, XM2 я покупал уже не один год назад, то есть довольно давно. А этот нож из относительно новых партий. И здесь у нас толщина обуха ровно 5 мм, а здесь 4,9 мм. Ну, может быть покрытие играет определенную роль, возможно как-то так. Форма клинка тут, ну, я бы назвал ее спирпоинт, довольно мощный фальшик. Прямые спуски и сведение немногим менее чем 0,7 мм. То есть 0,60 с чем-то обычно по всей длине режущей кромки. Что на первом, что на втором. Сталька у нас австрийская N690CO. Есть слухи о том, что эта сталь является каким-то аналогом сталь VG10. Но, насколько я понял, даже не глядя на ее состав, ни, вот по моим впечатлениям, от заточки, от работы этой стали, она не имеет ничего общего с VG10. Совсем другая сталь. И сталька эта, к слову, мне довольно сильно понравилась. Ну, естественно, нельзя обойти вниманием, и вот самое главное, самое главное, слабое место этого ножа, это вот его замок. Механизм запирания здесь, это лайнер-лок. И, ну, вы видите, насколько этот лайнер тоньше, чем клинок. То есть, в таком сравнении, он вообще, кажется, тут просто каким-то жутко тонким. На самом деле, там, ну, пластина титана где-то полтора миллиметра, но ей тяжело, ей тяжело держать удар этой пластине, тут ничего не поделаешь. В плане изготовления, вы видите, что все, конечно, подогнано, классно становится на самое начало. Фокс делает все очень качественно. Здесь, в плане качества и даже в плане заточки из коробки к этому ножу, ну, придраться абсолютно не к чему. Он просто вылезан, как для такого грубого тактика, просто самое положительное впечатление. Но нельзя забывать о том, что при каких-то, ну, жесточайших нагрузках на лайнер, таких как батонинг, какие-то удары обухом целенаправленные, эта пластина не выдержит. С ней что-то случится. В случае с XM1, с моделью XM1, во время ударов этот лайнер стал заходить внутрь. То есть, он до последнего фиксировал клинок от складывания на пальцы, но это уже совершенно не напоминало нормальную исправную фиксацию клинка. И, к сожалению, там вот на лайнере такие отломался кусочек и сейчас лайнер упирается в пятку очень маленькой площадью. На данный момент у меня в планах отправить этот нож обратно в фирму Ontario. Я с ними уже связался, написал, что у меня есть такая проблема и по большому счету попросил их просто выслать мне запасной лайнер. Но ответ пришел таков, что это нож иностранного производства, то есть не американский нож и у них нет на него запчастей, поэтому нужно высылать весь нож в Америку на замену или на какой-то ремонт. Ну, я думаю, это то, что и произойдет. Цена этих ножей на данный момент в районе 150 долларов. То есть это довольно серьезная цена, но принимая во внимание вот то, где они производятся и их реальное качество, я думаю, что эти ножи заслуживают эту цену. Ну, они сделаны гораздо лучше от той же Spyderca Military, обычной, самой простой вот из коробки. Гораздо лучше. Здесь все намного мягче работает. Ну и придраться совершенно не к чему. Что еще хотел сказать? А, ну, хотел немножко высказать несколько слов, я видел там завязался такой спор в комментариях по поводу вот этого покрытия. Вы видите, этот нож, это серия с камуфляжным покрытием. Естественно, ну, рукоять не получает никаких ударов, тут человек держит ее рукой, но на клинок приходятся нагрузки и мы видим, что случилось с покрытием. То есть оно очень сильно поцарапалось и ободралось. Вот, и, конечно, ну, многие сразу сказали, фу, какое ужасное покрытие и так далее. Конечно, ну, я не могу не согласиться, что это не какой-то DLC или какое-то крутое покрытие, которое не обдирается. Но, вот просто на секунду подумав о том, что это покрытие камуфляжное, то есть оно должно играть роль какой-то маскировки, да. И вот на данный момент, глядя на этот клинок, да, он, ну, перестал быть таким красивым, но если смотреть на него, я вижу, что он абсолютно не утратил своих каких-то таких вот маскировочных способностей. То есть все равно, если этот нож будет где-то, где-то в каких-то кустах лежать там, его все равно вы не увидите, он не стал как-то бликовать, с ним ничего не случилось. Поэтому вот с точки зрения, ну, какого-то реального применения камуфляжа все абсолютно нормально. Да, покрытие, конечно, ободралось, и больше это все напоминает какой-то тот же Dura-Coat или что, ну, вот эту краску, которая покрывает автоматы для спецопераций. Но на все можно смотреть по-разному и оценивать по-разному. На мой взгляд, вот модель XM2 является, ну, наиболее приемлемым вариантом, конкретно для какого-то городского ношения, вот если хочется иметь на кармане какой-то ломик. Этот нож очень удобно сидит в руке, и по толщине рукояти я хочу сказать, что когда я увидел XM1, ну, я был в шоке. Я никогда такого еще раньше не видел на складнях, и я подумал, блин, ну, зачем, зачем они сделали такую толстую рукоять? Ну, когда я стал им работать, и как-то вот, когда я строгал тот же алюминий, и вот по полной программе нагружал руку, эта рукоять, она была как какая-то подушка у меня просто в руке, вообще ничего не наминало. Это было просто суперское ощущение. Здесь, конечно, это будет ощущаться в меньшей мере, но, тем не менее, рукояточка хорошо так приятно заполняет руку, и все в порядке. Поэтому, вот, как для какого-то жесткого силового реза, вот эта рукоять, она супер, просто супер. Все, на этом, я думаю, все какие-то интересные моменты по отношению к этому ножу я покрыл. Спасибо за просмотр, пока, бай-бай.